Всем привет! Вы на канале Олега Соскина и давайте вот так я делал разные сценарии, исходя из того, что Байден запустил и все сейчас побежали круто из Киева, Украины, уже всем команды дали, там и Канада и Австралия, ну в общем все бегут, 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 говорит, а вы кто, говорит, я за Динамо, помните, а трудовые резервы, да, говорит, там дальше бегут, так вот это все побежали по полной программе, а ты что побежал, говорит, да все побежали, я побежал, а тебе сколько дали, говорит, было там полгода, говорит, ну теперь за побег еще 6 лет добавят, так что Байден он всех спровоцировал и все начали бежать, бежать, бежать и так это раз, раз все думают куда-то убежать, куда в глобальном мире можно убежать, это еще большой вопрос, это же вам центр Европы все-таки, Евразия и Украина, так что куда вы убежите, тем более он там в Канаде такие дела начинаются, что может канадцам лучше здесь остаться, чем туда убегать, там и морозы, и это все парализовано, скоро вообще продукта в магазинах не будет, все же останавливается, карточная система будет, там же все потоки, товаропотоки уже не двигаются, все мосты перекрыты, там, в общем, там же быдлам полный начался, вот один человек до чего может довести, видите, это Трюдо, такой себе парнишка симпатичный, но я говорил, что надо было его убирать, никто не поверил тогда, ну вот тогда кушайте по полной программе, ну а теперь давайте про нас, про нашу тему, итак, вот шестнадцатого все, Байден там говорит, что уходить надо всем, ну то есть критическая точка, типа его эти ясновидцы какие-то, там его эти кликуши, там кто у него, там всякие провидцы, там звездочеты, там экстрасенсы, там или Вуду, там или прочее, они ему говорят, что вот где-то, вот уже вот-вот-вот, это шестнадцатое число, но Путин же тоже не дурак, правильно, и те, которые за ним стоят, они шумные люди, надо же им отдать должное, так вот, он понимает, что если пойти на Украину, то никто бежать не будет, украинцы просто дадут ответ, причем ответ будет такой жесткий, такой сильный, такой очень серьезный, что пойдут же сразу эти грузы двести, триста, тысячами туда, как говорится, в Московию, и ясно, что тогда народ же не выдержит, он просто подойдет к этому Кремлю, и как говорится, разнесли на кирпичики, и весь завод разнесут, поэтому он не будет так действовать, он будет действовать более хитро, ему нужна стопроцентная победа, и такая как бы знаковая, то есть ему надо титульная победа, ну, что ему Украина, ну, Украина, ну, уже и так завяз, он его этот Зюганов уже, как говорится, втравил в эту, что говорит, возьми Луганско-Донецкий анклав, признай частью Российской Федерации, и так далее, там, или еще как-то, там, их независимость, типа, признай, Так уж уж и так у него, и Приднестровье признано, и Абхазия признано, и Южная Осетия признано, он уже не знает, что признавать дальше, а денег туда надо давать, 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 он Крым сколько сжирает миллиардов каждый, там же Крым же абсолютно дотационный, он же убыточный, он абсолютно убыточный на миллиард, на десятки миллиардов долларов, там же ничего нету, поэтому, а тут еще что, еще вот этот кусок Луганско-Донецкий добавить себе там тоже, ну шахты есть, ну как Сахимы, ну пару металлургических заводов, а что еще делать там в основном пенсионеры остались, что с ними делать, это же всех содержать надо, где же столько денег брать в Крыму там половина пенсионеров сидит, там уже денег в пенсионном фонде нет России, чтобы всем выплачивать поэтому надо что-то ему придумать другое, вот у него как раз вот эти идут учения в Беларуси а тут смотрите, тут такая классная, вот я вам говорил Сувалковский коридор, типа вот Калининград, да, вот такой кусочек кайфовый есть, он как раз выходит этот анклав калининградский область, или как там она называется, он на Польшу выходит на Литву и на Балтийское море но идти на Литву это дорого, это опасно, там все-таки население большое, они так возбуждены Польшу тем более, не возьмешь так быстро а вот Латвия, она просто идеально подходит для гибридной такой мягкой спецоперации Рига практически там большинство русскоговорящих, то есть там очень много русскоговорящего населения население Латвии очень маленькое ну сколько там, ну официально 1,8 миллиона, то есть реально там где-то если 1,2 миллиона наберется так это хорошо, молодежь практически вся выехала на работы ее там днем с огнем не найдешь городов практически нету больших, Рига там ну что еще, вот открываю что тут еще есть Каблис какой-то там, Плавинюс там еще что-то такое ну просто как бы вот ну типа есть что тут ну Даугав, Пилс есть что еще есть Элгава есть, Юрмала, Рига ну туда что-то чуть-чуть выше есть ну выше их вообще не интересует но их, я так понимаю, что их Лиепая интересует, то есть им надо выйти а что ж тут идти, тут совсем она массюзненькая Латвия причем тут и от Беларуси классная граница и вот Россия очень большая граница то есть им надо просто дойти до вот этой, как она тут называется до Лиепаи а дальше просто тут уже до Калининграда всего-навсего чуть больше 250 километров от Лиепаи тут Клайпида тут у тебя это самое есть коса такая классная то есть тут вообще вот по границе если Балтийского моря идти плюс Балтийский флот то до Калининграда да, он тут значительно ближе начинается к Лайпиде тут рукой подать то есть тут реально надо пройти будет от Лиепаи ну даже 250 километров ну машины это чуть больше трех часов ехать а на танках так это же вообще одно удовольствие поэтому я честно говоря так у меня такая как бы мысль что самое для него классное это войти в Латвию он скажет мы вам предложили да, почему аргументация у них железная есть говорит, мы же вам предложили чтобы вы ушли за исторические границы вам же никто не говорил что надо расшириться на советские республики мало того, что вы взяли под контроль включили в НАТО социалистические страны соцсистемы варшавского договора СССР и Варшавского там Польшу Венгрию Чехию Словакию еще и Болгарию с Румынией прихватили еще и Сир эту самую Македонию Северную и Словению и так далее так вы настолько обнаглели что еще забрали три балтийских советских республики ну то есть это уже просто как говорится полный полный беспредел да вот они же сказали мы вам предлагаем выведите оружие выведите базы и так далее а они говорят НАТО нет мы этого делать не будем мы будем защищаться ну раз вы нас не слушаете тогда мы для того чтобы себя обезопасить у нас же наша территория реально Калининград да а вы он находится в окружении агрессивного НАТОвского блока да то есть Литвы тут Польша и так далее вот поэтому что нам делать нам делать нечего мы вот поддерживаем русский мир в Латвии тут живут наши граждане с российскими паспортами на русском языке говорят вот тут и там типа приходы наши гундяевские и так далее это наша акватория и прочее да и вообще это наша Латвия это всегда была наша республика советская российская она всегда входила в исторические границы России как Путин говорит ну и он же ледокол он же говорит я же ледокол говорит свершение впереди говорит вот в чем проблема говорит как это как это они в песне поют врагами трюм давно забит кто не отравлен тот сидит но это не бодрит да то есть Белоруссию уже забрали Казахстан забрали Азербайджан и Армению подтянули под себя там Эрдогана уже днем с огнем не найти Турция бедная то в снегу то в финансовом кризисе то еще где-то то есть страна практически разваливается вот там еще эти их под под это самое подбивают там 25 миллионов их как-никак короче тяжело им да и поэтому естественно Путин говорит ну так Латвия же наша страна и там что там не может начаться такой вариант как он сделали в Крыму или в Донецке или в Луганске я думаю это вообще как просто раз-два и все как в песочнице маленькую песо эту пасочку сделать поэтому в принципе Латвия готова для этого и очень кайфово готова и она такая аморфная сейчас она неопределенная она она вся в сумятице она не может понять что ей делать она у нее позиция очень слабая сейчас как раз руководство очень такое размытое вот и такое я бы сказал ренегатов разных много и они как лебедь рак и щука тянут в разные стороны у них нет сильной позиции и я думаю что тут все готово для этого ну тем более что зачем использовать там российские войска тут типа Лукашенко есть там бац вошли переодетые какие-то зеленые типа человечки и получили получается очень кайфово и если они до Латвии доходят а потом сразу танковая это колонна идет ей не надо бояться тут ни джавелинов ни этих английских систем нету ничего остального и быстренько они вот это же заходят в Лейпаю а с Лейпай или или смажейки уже дай клайпиды рукой подать и от клайпиды до границы к Ленинградам так там вообще там нечего идти то есть это все операцию за три дня можно все быстренько сварганить я думаю что зачем Путину вот это Украина с Украиной входить вот в эту всю мясорубку там неизвестно вообще на сколько на какой период со страшными санкциями и так далее когда тут практически натуральный классический блицкриф хоп поглощение Латвии отрезка кусок Литвы от Балтийского моря ну и опять-таки это же смотрите какой кайф да фактически будут уничтожены сразу вот эти все порты которые сегодня представляют ну и Паланга тут же и все очень классно это будет сразу они будут отрезаны от конкурентов уничтожат плюс хорошие опять-таки курорты перейдут там где могут их офицеры московские белорусские отдыхать еще и осада сирийские приезжать будут и с Венесуэлы на золотое побережье то есть очень-очень много преимуществ очень много выигрышев и очень все быстро можно сделать ну то что НАТО будет вообще в шоке Европейский Союз просто рухнет причем это же удар по Евро потому что и Литва и Латвия члены еврозоны вот Макрон конечно просто сядет сразу как говорится на это самое на пятую точку Германия Шольц социал-демократы зеленые они просто будут в каком-то трансе погрузиться в какой-то зеленый туман с какими-то проблесками другими там красными молниями а все остальные что Байден Байден сразу позовет своих этих шаманов чтоб они ему рассказали там что же дальше делать он скажет вы же говорили Украина они скажут ну не виноваты чуть-чуть ошиблись немножко стрелка сбилась там он скажет проповедники вы же говорили что Украина города все они говорят да блин видно там вы же с Богом говорили ну что-то видно Бог там и как-то что-то не тот Бог был и не то сказал там Люцифер как говорится вел как всегда в заблуждение проповедников поэтому я думаю что вот самый кайфовый вот если так исходить по уровню эффективности успешности по уровню цинизма по уровню вот то есть что Путин показывает все время что что его западные эти все вожди достали вот просто достали он и хочет посадить как говорится на одно место и тут они ему еще на этой с этой олимпиадой с этими фигурным катанием с этой фигуристкой с этими опять с этими какими-то там дезодорантами так сказать принятыми и так далее анаболиками и прочее то есть Путина Путину они уже так все надоели с этими санкциями с этими издевательствами тут еще это министр иностранных дел Великобритании Ростов и Воронеж Украине отдала короче он уже даже не так на Украину гонит как ему хочется вот этих жирных достать как там это есть у Горького песня о буревестнике там гордо реет буревестник черной молнии подобный там это типа Путин а там гагары прячут тело толстое в утесах вот он считает что он буревестник а вот эти жирные толстые гагары они прячутся там вот это лидеры Евросоюза выкормленные у них все хорошо они много получают у них все есть они занимаются всякой ерундой а Путин все время на амбразуре он думает ну что ж такое что все время иду иду вот это это ж как в этом помните читали наверное пикник на обочине что говорит вот так все время как тот сталкер шел говорит по уши в дерьме а над головой все время молнии летают и бьют поэтому молния бьет надо все время жить Путин все время в голову в дерьмо прыгает чтобы его молнии не ударило и они вот это так его уже видно все это на пределе вот ну а жить же хочется жить не с кем поэтому вот и приходится жить с кем попало поэтому естественно что он думает ну тогда мы вот эту Латвию сейчас как бахнем как бахнем как жарим я думаю а бы и кусок литвы балтийский отрежем и очень кайфово будет очень кайфово будет но вот я так думаю может я ошибаюсь и как раз хороший период 16 до конец февраля уже все закончено будет уже Латвия будет советской республикой уже Литва создаст какую-то там типа аналог Луганско-Донецкого анклава вот эта частичка возле Балтийского моря тут тебе и Балтийский флот тут тебе и новые базы и порты и это и дома отдыха и спа курорты тут что хочешь и Юрмала тут ну супер все просто вот фантастически сходится поэтому ну и опять-таки ландшафт тот же самый там и сосны и песок и так далее и ностальгия и подводные лодки ну может я ошибаюсь может я ошибаюсь хочется конечно вот но очень очень вероятно то есть если бы я был на месте Путина я на нем конечно никогда не буду это естественно так же как он на моем то конечно бы я бы такой вариант абсолютно бы поставил в центр но может быть и не так может не так но увидим ждать долго уже не надо скоро это все проявится вы были на канале Олега Соскина подписывайтесь ставьте лайки дизлайки комментируйте советуйте друзьям ну и дорогие мои спасибо за донат их хоть их немного но все равно это стимулирует на монобанку опять пришли пожалуйста с удовольствием вы меня вдохновляете этим потому что мы живем при капитализме товарно-денежных отношениях и естественно каждый труд должен что соответственно справедливо оплачиваться поэтому я тружусь для вас а вы оплачиваете меня за мой труд все доброго до новых встреч до новых встреч